Что стоит построить пандус для инвалида-колясочника? Создавать спецкомиссию из представителей государственных служб и администраций понадобилось в Нижнем Новгороде, чтобы решить проблему инвалида-колясочника. Несколько месяцев назад в подъезде, где живет Григорий Забуждаев, демонтировали пандус, чтобы сделать ремонт. Ремонт закончился, а пандуса так и нет. И только вмешательство неравнодушных нижегородцев подарило надежду на благополучный исход. Точка в 1970 году фрезеровщик Григорий Забуждаев, выступая за предприятие на велосипедных гонках, получил травму, на огромной скорости в него врезался другой спортсмен. Двойной перелом шеи и груди. С тех пор Григорий прикован к инвалидной коляске, что не помешало создать семью, вырастить детей, работать. Собирать по каждый раз спецкомиссию не лучший вариант. Нужны понятные правила. Отец мне сделал брусья. Я занимался с гантелями, гирями, рассказывает Григорий. Позже жена сколотила доски, которые клала на лестницу в подъезде. Я знал, кто из соседей во сколько выходят из дома, и к этому времени был готов. Они помогали мне спускаться. Минус. РГ побывала в школе-интернате Н1 для обучения и реабилитации слепых. Два года назад доски заменили самодельным пандусом, но с началом ремонта его демонтировали. По словам председателя ТСЖ Ольги Карповой, позже планировали установить правильный пандус. Но она не может потратить деньги на его установку без согласия всех собственников жилья. Договориться не удалось, и ситуация переросла в конфликт. За помощью Григорий Забурдаев обратился сначала в прокуратуру, потом в суд. В подъезд нагрянули представители администрации района, Государственной жилищной инспекции Нижегородской области, соцзащиты, МЧС. Комиссия сделала вывод, дом такого типа не предусмотрен для любых видов пандуса. Электрическим подъемником оборудовать подъезд также нельзя. Но, к счастью, в комиссию по разрешению ситуации вошла местный предприниматель и автор социального проекта «Точка доступа» Ольга Никитина. Встречалась с руководителем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Приокскому району МЧС России Алексеем Пономаревым и коммерческим директором компании, занимающейся производством пандусов, Юрием Голубевым, рассказала она. Рассмотрели технические расчеты еще одного варианта пандуса, который не нарушит доступность лестницы, сохранив ее необходимую ширину. К тому же он будет запираться на ключ, дубликаты которого выдадут не только инвалиду, но и мамам с колясками. Эту маленькую победу мы можем превратить в большое дело, установив во всех подобных домах Нижегородской области такие пандусы. Ситуация показала, что отработанного механизма разрешения подобных споров нет, как нет и единой структуры, способной решить проблему. Собирать по каждой такой ситуации спецкомиссию не лучший вариант. Нужны понятные правила, которые учтут интересы всех сторон. Общество соцсфера соцзащита филиала РГ Приволжий в фоне Жегородская область Нижний Новгород.